Начну со старых книг, которые, видимо, допечатывались, давно уже это было Опыты русского сопротивления Эта книжка написана по мотивам дел против русских патриотов, которые в основном остались мало замеченными В свое время я активно ими занимался и об этом здесь написал В запретах книг об арестах, осуждениях и так далее То есть здесь достаточно много, книжка 2011 года, вот то, что до 2011 года в поле моего зрения попадалось В этой книжке описано После этого еще много чего произошло, после этого еще я издавал книжку «Карательная экспертиза» И в ней подробно описал те случаи, когда суды стали использовать экспертов, якобы экспертов, лингвистов и психологов Для того, чтобы закрывать в тюрьмах русских патриотов за какие-то неосторожно сказанные слова Или за какие-то шутки, или за то, что эксперт вообще не мог, не в состоянии понять И это действительно карательная экспертиза, она продолжается, до сих пор подобные дела возбуждаются Ничего толком не изменилось Вторая книжка, по-моему, тоже 2011 года, да «Возвращение русской истории» Это сборник статей разных авторов, где-то примерно 30% моих статей Ну и разные авторы охватывают всю историю России Такая книжка, я бы сказал, такие, как здесь написано, эпохи и эпизоды То есть эпизодические какие-то фрагменты из русской истории, которые описаны не так, как они описываются в книгах Это непрекаянные записки, 2019 год Здесь собраны несколько направлений, в частности, которые и касаются новой книги, которую я буду представлять Здесь первая небольшая работа, довольно давнишняя, посвященная развитию науки И развитию естественных наук Остается доминирующим в представлениях о науке механистический взгляд То есть как Ньютон придумал, как Лаплас замыслил Вот так все и представляют себе науку, что в науке главное написать формулу А формула от нынешнего момента и до бесконечности предсказывает все, что нам необходимо в данной системе, которую мы берем отдельно Так вот, это как раз работа небольшая о тех системах, которые ведут себя совершенно иначе Это, если, может быть, кому-то попадалась книга Ильи Пригожина «Порядок из хаоса» Это вот такая фундаментальная, я считаю, мировоззренческая книга, которая говорит о том, что естественные науки приближаются по своей сложности к наукам о жизни, биологическим наукам, науке о человеке Об этом просто подавляющее большинство не знает и до сих пор Хотя я прочел где-то еще в 80-х годах эту книгу Ильи Пригожина Это выходец из России, Нобелевский лауреат, который больше часть жизни пожил в Брюсселе И он написал такую книжку, она была переведена Но это только начало Дальше там идут фрагменты, чем я занимался по социальной психологии Которые тоже касаются книги основной темы нашей сегодняшней встречи И дальше из пересписки с друзьями о разных вопросах политики, веры и так далее Есть несколько политических рассказов, есть отзывы о людях Например, была здесь конференция Владимира Махначей Здесь написано о Махначе и некоторых других, как я назвал этот раздел, достойнейшие люди России Это книжка, записки, непрекаемые записки в неуместную эпоху Следующая по очереди 2021 год, поколение обманутых физиков Но это второе издание, было чуть раньше первое Я по образованию инженер-физик, закончил Московский физико-технический институт И эта книжка написана по мотивам моих записок, даже не по мотивам, они практически буквально воспроизводятся Как в те годы, вот написано хроника 80-х Как в 80-е годы человек становился сначала абитуриентом, потом студентом, потом научным сотрудником И куда в течение 80-х годов скатилась наука То есть здесь прослеживается моя собственная судьба И она отражает судьбу физиков 80-х годов Которые попали в такую неприятную ситуацию Спад волны, то есть волна проходит, популярность физики Молодые физики занимают ведущие позиции, становятся завлабами, академиками, директорами институтов А потом идет спад, и вот я попал в это поколение спада Когда те, кто уже укоренился в науке, заняли ведущие посты И туда продвигаться некуда А те, кто помоложе, могли перейти в какие-то другие сферы Вот мое поколение, которое в 80-х годах стало физиками Оказалось в ситуации, когда вроде и уходить уже поздно в какую-то другую сферу И в этой сфере практически ничего невозможно добиться Потому что те, кто занимал ведущие должности Они еще 20-30 лет на этих должностях продолжали оставаться Ну вот мне как-то повезло переключиться в другие сферы Через политику, через политологию Вот значит это такая автобиографическая скорее книжка Затем идет пара книг, связанных между собой Это «Болота XX века» и «Чума большевизма» Они связаны с первоисточником Первый источник это две книжки, брошюрки 1920-х годов Которые содержат уникальную информацию Ее больше нигде нет, я больше нигде не видел Книга «Болота XX века» Она как бы очерчивает ситуацию 20-х годов в Веймарской Германии И даются параллели с нашей современностью Мы живем в очень похожей ситуации в Веймарской России И все безобразия, которые там есть, прямые параллели Там значит братья-жулики, у нас такие же братья-жулики есть Там распад, разложение нравов, у нас то же самое И вот идет перевод этой брошюры 20-х годов, 22-го, 24-го года Несколько раз она выпускалась И она перемежается моими комментариями современности Вот такой жанр, одновременный перевод Выпустить книжку отдельно, перевод Было невозможно, потому что автор запрещенный Но вот такой аналитический подход Я надеюсь, что меня избавит от каких-то преследований И вторая книжка о большевизме Тоже небольшая книжка, она называлась Чума в России Вот, тот же самый автор очень компактно все написал Информацию плотно сложил И мне показалось, что эту информацию стоит донести до читателя И тоже я как бы перемежаю своими соображениями Но уже касательно того же самого периода 20-е годы в Советской России То, что происходило Значит, эти большевистские зверства Расстрелы, преследования и так далее И как бы дополнение вот этой брошюры 24-го года Дополнение с соответствующими сюжетами Которые взяты из других источников Ну и вот получилась такая компактная Сжатая информация о большевистском периоде Следующая пара Это все эти книжки здесь вы можете купить Следующая пара Вышедшие в этом году Две книжки Они разные И писались они, естественно, не в этом году Они написаны в прошлом году А в этом году только вышли Значит, одна из книг Посвящена исследованию нацизма О нацизме практически ничего не известно Я по себе это могу сказать То есть, когда я начал изучать Я обнаружил совершенно другой исторический материал В сравнении с тем, что нам показывают В кино, в лекциях, в книгах Вообще не имеющие ничего общего То есть, реальность не имеет ничего общего С той пропагандистской волной Которая накрыла весь 20-й век Не только нашу страну И я дальше начал копаться Это первая книга в серии Я надеюсь, что выйдет 6 книг Таких 5 книг написано Она одна вышла, последняя наполовину написана Немножко ее потормозил Может быть, и дальше я продолжу эту серию Если она действительно будет печататься И будет продаваться Эта книга особенно тем, что здесь привлечены источники Которые нигде, ни в одной русскоязычной книге не приводятся Это, собственно, и есть нацистская идеология Это брошюры, которые выпускались для рядового состава Карательных органов Гитлеровской Германии Вот оттуда взяты прямые цитаты Если там кто-то на русском языке мог прочесть Где-то в сети, скажем, брошюру Унтерменш То есть недочеловек Здесь она тоже описывается и анализируется Не так, как покажется Вот только увидев обложку Ну, Унтерменш, все понятно Они нас всех унтерменсом считали Нет, это не так Хотя эта брошюра была снята с производства Она на разные языки была переведена и распространялась Она касалась только большевиков и евреев Больше никого она не касалась Ни славян, ни русских она не касалась Но, тем не менее, брошюра, как бы сказать, даже с точки зрения противника неудачная Поэтому ее перестали распространять Тем не менее, вот и такая литература тоже подлежит исследованию Это не значит, что я там ассоциируюсь и соглашаюсь с тем, что в этой брошюре написано Но там написано совсем другое, в сравнении с тем, что нам рассказывают Это, значит, обе книжки издательства «Книжный мир» «Книжный мир» в интернете можно найти, эти книжки можно там заказать И вот «Битва за Украину» – это второе издание Первое издание было посвящено первой части, первому полугодию войны Вторая часть была написана в течение второго полугодия Примерно по две статьи в неделю я писал И когда закончился год войны, я поставил точку и сказал, что я больше этот вопрос не освещаю Потому что все, что только можно было сказать Я сказал, моя позиция кардинально отличается от официальной Все то, что там говорится по телевизору и так далее С моей точки зрения не имеет ничего общего Прав я или не прав – это судить читателю В общем, если бы хозяином был я, я бы никогда такую войну не допустил Но она была заранее спланирована, запущена И то, что она является истреблением славян, мне совершенно ясно И никаких других целей у нее нет И не просматривается, что бы там ни говорили Дальше две книги, которые здесь тоже есть в лавке Кириллица Одна книжка тоже вышла в этом году Она посвящена, написана была давно, в этом году только доработана И в основном в связи с тем, что в эту книжку я включил реконструкцию облика римских императоров Которую раньше можно было делать графическим способом Я сам это делал, когда берешь фотографию скульптуры и ее так подчищаешь И получается там обычно пустые глаза, у скульптурных изображений Глаза вставляешь, рисуешь их там и получается живое изображение человеческого лица Сейчас это делается с помощью компьютера И просто шикарные портреты, я их все сюда включил Первые 54 императора Поначалу я писал только по антисвитонии, это первые 12 императоров В свитонии написал свою книжку «Жизнь 12 цезарей», собрав все сплетни о римских императорах Я в пику ему написал то, что я полагаю достоверным Недостоверный источник сразу виден Сразу видно нарушение стиля исторического изложения Когда специально стараются как-то укусить уже давно умершего императора Придумать о нем чего-нибудь или какие-то выдумки взять и дискредитировать Все 12 цезарей в глазах свитония были дискредитированы тем или иным образом И он эти все сплетни описал И образованные люди так и считали, что раз источник древний, значит он и правильный А он неправильный, потому что свитоний был архивистом при императоре Адриане Вот в архиве все это насобирал, выпустил свою книжку и его после этого выгнали Потому что странно, что не казнили Потому что такая дискредитация, это конечно просто пляски на костях великих людей А все императоры, если вам захочется ознакомиться с ним Все римские императоры, все 54 императора периода принципата были действительно великими людьми За малым исключением Можно Каракалу считать неприемлемым, но может быть и все Ну и там Гелиагабала, который был такой марионеткой И его там родственники крутили, чтобы Рим стал поклоняться не своим традиционным богам, а восточным богам Ну вот два императора, которых можно поставить под сомнение А остальные вмену своих возможностей, там солдатские императоры были тоже Они там, может быть, были недостаточно образованы, но это все были действительно крупными личностями Если захотите ознакомиться с этой книгой И последняя из тех, которые я представляю, которые можно купить здесь Это книга «Тень беса» Она соединяет в себе несколько книжек, которые ранее были написаны Или фрагментов, или глав других книг, посвященных одной и той же теме Тема – это оценка иудаизма и еврейского вопроса не только в России, но и в масштабе по меньшей мере Европы Первая часть посвящена анализу Талмуда на основе переведенной мной книги Эйзенменгера Выпущенной в 1700 году и тут же запрещенной, замечательно, тогда 1700 год Выпускается книга, ее запрещает Сначала приходят к Эйзенменгеру иудеи и говорят Мы готовы тебе заплатить, ты только не выпускай Он отказывается, они идут к императору или через императорских чиновников Священзо-Римской империи, германской нации Император запрещает выпуск этой книги Арестовывается тираж Автор умирает и только после его смерти, через 4 года, выходит новое издание Которое было издано в Пруссии, прусским королем Который покровительствовал этой книге, она была издана А потом и тот тираж, который арестован, тоже был выпущен Последний раз эта книжка на русском языке не издавалась никогда Последний раз эта книжка на немецком и на английском языке выпускалась в конце 19 века Вот я эту книжку перевел Здесь есть, да? Как-то допечатывается потихоньку, бывает, я ее не представляю Но здесь есть, из той книги я взял предисловие Которую я написал достаточно обширно, его там дополнил Следующая часть это европейская часть еврейской истории Последовательно по странам С цитированием источников тоже, которые никогда не издавались На русском языке, по крайней мере, точно не издавались Последние полтора века или вообще на русском языке не издавались На других языках издавались тоже очень давно Здесь же есть и высказывания, и тоже анализ Что говорил о юрее Гитлер, что говорил там Розенберг Это сильно отличается от того, что рассказывают нам в разных сочинениях То есть взгляд здесь сформирован целиком на проблему Без публицистических изысков, которые я крайне не люблю Вот строго то, что есть Плюс до современности доходит К сожалению, книжку пришлось сократить Потому что объем невозможно было издать больше, чем 600 страниц И некоторые современные сюжеты я убрал Но, тем не менее, два серьезных сюжета с тщательным описанием Если вы помните, такое было дело Копцева Когда молодой человек попал в синагогу Поразмахивал ножом Никого не убил Несколько человек царапины получили А он получил, если не ошибаюсь, больше 20 лет тюрьмы И письмо 500 Тоже, может быть, кто-то этот сюжет замечал Здесь тоже достаточно подробно описан и сам сюжет И чем этот сюжет обволакивался Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!